Праздник Крещения Господня, воскресенье, на льду около 100 человек, на лёд уже стоит огромная очередь, толщина льда 53 сантиметра, но как говорят спасатели, танк выдержит! А вот сейчас воду набирали с какой целью? Ну как, Крещение, большой светлый праздник, дома жилище окропим, будем водичку пить святую. Пить её можно? Конечно, нет, эту нельзя, эту нельзя пить, ту, которую в церкви можно пить, а эту жилище окроплять. А вы сейчас пили или показалось? Пили. Всё-таки верите в силу? Да, да. Хорошо! Самые худшие предположения относительно погодных условий всё-таки не подтвердились, по крайней мере сейчас. Мы снимаем в середине дня, ветер утих, метели нет. Участники мероприятия говорят, что в таких погодных условиях, ну это примерно минус 5-8 градусов, при лёгком ветре всё равно окунаться лучше, чем при крепком морозе. В любом случае на месте дежурят сотрудники МЧС, они могут оказывать помощь. Сегодня она пока ещё никому не требовалась, но ещё не вечер. В конце дня люди, понимаете, ну устают, день-день проходят у них плюсы, всё объединивает, ситуация меняется, бывает, начинает ломаться купель, бывает, народы больше выходят, мы просто прекращаем выход людей, прекращаем больше, чем допустимо. Как вы знаете, есть такая телевизионная традиция, когда корреспондент, который снимает сюжет, сам погружается в освещенную воду. На самом деле я ей следовать не стал, потому что у меня есть медицинские противопоказания. Как врачи говорят, о них нужно знать всем, кто хочет принять участие в этом празднике. Ну а те, у кого противопоказаний нет, сейчас расскажут о своих эмоциях, подозреваю, они будут не очень многословны. Скажите, какие ощущения у вас? Как ощущения у вас, скажите? Очень хорошие. Прекрасно. Помолодел, да. Классные ощущения, здорово. А вы часто так окунаетесь? Я где-то с 19-го года так купаюсь. Ну я купаюсь, я в Казахстане, под Москвой купалась, в Астане купалась. А в завершении всех православных поздравляем с праздником Крещения Господня. Ну и если в следующем году будете окунаться, то готовьтесь заранее, закаляйте себя моржеванием, чтобы быть готовым не растеряться, дать интервью, потому что мы ведь к вам подойдем. Андрей Дреер, оператор Илья Халяпин. И все это в программе «День с толком».